Добрый вечер, дамы и господа. Реальное время в Финам.фм. Меня зовут Юрий Прайнко. В самом начале напомню средства коммуникации. Это наш сайт в интернете финам.фм для ваших писем, для ваших вопросов и комментариев. Кроме того, на нашем сайте вы сможете не только нас слушать, но и видеть. Идет прямая веб-трансляция в интернете из московской студии Финам.фм. Ну и конечно наш многоканальный телефон, его номер 65 10 99 6, код Москвы 495 для ваших звонков. Тема сегодняшней программы звучит так. Зачем Владимиру Путину президентство в период мирового кризиса? Мы продолжаем обсуждение главного события этих дней. Фактическое выдвижение премьер-министра на новую президентскую номинацию, которая продлится 6 лет. Ну и для кого не секрет, что ситуация на мировых ведущих площадках торговых, на мировом рынке сырья далеко неоднозначная. И к этому необходимо приложить, безусловно, отставку вице-премьера министра финансов Российской Федерации Алексея Леонидовича Кудрина. Этого человека я хорошо знал еще по работе в компании Алроса. Мы были с ним знакомы, но и сейчас знакомы, и общались не единожды. В общем-то, есть о чем поговорить, потому как Россия и мир то ли уже вступили в рецессию, то ли близки к этому. Я сейчас смотрю на котировки ведущих американских площадок, они снижаются. Вот после двух дней роста, правильнее сказать, коррекции. Вновь мы видим снижение на нефтяном рынке, вновь вниз пошло золото. Ну, то есть ситуация далеко неоднозначная. Плюс все в ожидании решения по Греции, проблемы в Америке. То есть сегодня мы коррелируем политику с экономикой и говорим о том, сможет ли Владимир Путин и его команда ответить на новые вызовы. Мои гости сегодня это Дмитрий Орлов, генеральный директор агентства политических и экономических коммуникаций. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. И Александр Хандруев, бывший заместитель и председатель Центрального банка России, ныне первый вице-президент Ассоциации банков России. Александр, от вас видит добрый вечер. Дмитрий Орлов, господа, ну первый мой будет вопрос, все-таки я его всем задаю. Была ли для вас эта новость о том, что Владимир Путин вновь решил бороться за президентскую номинацию? Как вы ее восприняли в этот день? Давайте с вас начнем, потому как вы непосредственно были в двух шагах от премьера. Не в двух, я думаю, в десяти. Дело в том, что действительно, я сидел, собственно, на той трибуне, которая за, то есть на гостевой трибуне, за, соответственно, трибуной, на которой выступали, за которой выступали Путин и Медведев, поэтому могу свидетельствовать. Ну, во-первых, действительно, премьер-министр выступал, значительная часть текста, с которым выступал премьер-министр, было написано им от руки. Это было видно. И поэтому, конечно, многое, видимо, из того, что произошло, не фундаментально, но, так сказать, не фундаментально какие-то вещи, которые были бы там заранее согласованы, что было сказано, а детали, я думаю, действительно, в режиме экспромта были решены. Вот. И, конечно, все это было неожиданностью, безусловно. Вот. Ну, некоторые вещи аналитики, типа Дмитрия Орлова, предсказали. Ну, например, то, что съезд там будет разбить на две части, там, что выдвижение там Путина более предпочтительное. Но никто не мог, практически никто не мог предположить, что интрига, которую по законам жанра, так сказать, нужно отнести на конец, вот, она, так сказать, будет разрешена в начале. Более того, мы когда, так сказать, с Вячеславом Никоновым мы сидели рядом, политологи, в общем, нам было приятно обсудить происходящее. Когда, значит, заявление прозвучало, что Медведевич сосредоточился на партийной работе, да, он же выступал первым, Вячеслав Алексеевич мне сказал, ну, вот, я же предсказывал, что он там в Думу пойдет, так сказать, а через там 40 минут ситуация совсем изменилась. В общем, это было, безусловно, интересно, и, значит... Но вас это не удивило. В смысле, то, что Путин выдвинул на пост, ну, удивил момент, а то, что именно Путин выдвинул на пост президента, конечно, не удивило. Да, еще одно замечание, это, конечно, то, что фамилия президента вписывалась в бюллетене для голосования прямо на съезде, так сказать, очень волнующая. Я думаю, что и та ручка, которую писал премьер, и ручки тех девушек, которые вписывали Медведева Дмитрия Анатольевича в бюллетене, я думаю, они заслуживают того, чтобы в истории быть представленными. Это Дмитрий Орлов. Александр, какие вы чувства испытали? Ну, я вот близко не был, я вообще живу по принципу, подальше от царей. Для меня это было неудивительно, потому что я вот уже два пари выиграл. Одну пари у Санислава Белковского в 2008 году, что я сказал, что он не уйдет из власти. И второе в августе выиграл, что опять-таки сказал, что опять будет Путин президент. — Это, надеюсь, бонусы выигрышные, они там существенные? — Ну, речь идет, конечно, о бутылке, хотя я трезвенник. — Ну, Стас выпьет. — Да. — По существу Владимир Владимирович Никон не уходил. И более того, он уйти не может. У него и выбора не было. Потому что его элиты к власти привели, и его элита из власти не выпустят, не отпустят. Это то же самое, как мы говорили в свое время, Яков Брежнев хотел уйти, да? Может, не хотел уйти, но кто же его отпустит? — Александр, то есть вы хотите сказать, что Владимир Путин является заложником, в том числе тех финансово-экономических групп, которые существуют? — Я думаю, что это не так вот прямолинейно, да, и что ли, вот однозначно, однозначно, но то, что есть определенные не только как бы политические какие-то обязательства, взятые перед собой, да, я понимаю, вот чувство ответственности, это понятно уже, и политический опыт, но и расстановка политических элит имеет очень большое значение. — Вы знаете, Владимир Путин, безусловно, противоречивая, крайне противоречивая фигура и как лидер, и как политик. Вот я буквально накануне получил приглашение на мероприятие, которое будет на следующей неделе, в котором будет принимать участие премьер, это бизнес-форум. И на нем даже предлагается задать вопрос, сформулировать его, то есть, в общем-то, премьер подчеркивает такую открытость определенную, ну, это можно, конечно, воспринимать как предвыборный шаг, но, с другой стороны, это достаточно серьезный шаг, потому что разные люди, разные сообщества, ну, в первую очередь, предприниматели, которые, кстати, имеют массу претензий к нынешнему правительству Российской Федерации, в первую очередь, по политике налогообложения. И, тем не менее, вы знаете, я вспомнил прошлогоднее выступление Путина на этом же форуме, но тогда меня не пригласили, а вот в этом году пригласили, да, уж не знаю, звезды так совпали. Где, вот, Дмитрий, я хочу обратить ваше внимание, да, на эти слова, Путин сказал, что мы никогда не развивали экономику госкапитализма, мы будем строить, это принимается стата, либеральную, рыночную, конкурентную экономику в Российской Федерации. Вот в тот момент, когда я услышал, ну, благодаря прямой веб-трансляции, да, я, конечно, мне хотелось подписаться под каждым этим словом. И вы подписались? Я подписался, да, но факт жизни, вот смотрите, я смотрю на структуру экономики России после кризиса 2008 года. Я смотрю на новые заявления о том, что мы будем вливать фактически вот этот курс на новую индустриализацию, да, уход Кудрина, в общем-то, такого достаточно жесткого монетариста, да. А, означает ли это, что действительно команда Владимира Путина меняет, а, парадигму и признает свою ошибку, то, что было до этого, это не совсем то, что хотелось построить. Б, а насколько действительно могут соответствовать реальные слова реальным делам, я имею в виду реальную рыночную экономику, ну, там, может быть, кого-то смущает слово либерализм, давайте ее опустим, рыночную конкурентную экономику, да, это более принципиально. И, В, самое главное, вот, по вашему мнению, у него есть люди, на которых он мог бы опереться, потому что я прекрасно понимаю, какой бы ни был замечательный один человек, он ничего не сможет сделать. Уход Кудрина я воспринимаю как удар именно по Путину, потому что, ну, все-таки 11 лет, да, Александр, по-моему, 11 лет они вместе работали. Больше, почти 12 лет, 1999 года. А знакомы они еще раньше по Петербургу, да, и так далее. Дмитрий, вот ваши ответы на вот аж череду вопросов. Череду вопросов. Ну, прежде всего, я думаю, что у Путина есть свобода воли и свобода выбора. К вопросу, значит, о том, что он заложник ситуации и так далее. Значит, он, вот, например, в этой ситуации даже, если считать, что он практически точно возвращался на пост президента, что по этому поводу был, ну, если не консенсус, то большинство экспертов, так сказать, в этом сходились. Он ведь мог иначе совсем вернуться. Он мог, опираясь на Единую Россию, будучи лидером списка, победить на этих выборах по сценарию седьмого года, то есть нагнетанием, так сказать, нагнетанием формата, значит, референдума, да, например, мог бы после этого установить персоналистский режим, откровенно. Ну, и вообще, так сказать, не стесняться в формате, да. Но все же произошло совсем иначе. Фактически будет сделан очень мощный шаг к партийному правительству, когда премьер, так сказать, и будущий премьер возглавляет, значит, предвыборный список, а затем возглавляет правительство и формирует его на новых основах. Вот. Власть-то дифференцированная становится. Власть становится дифференцированной. Путин, он, это видно, он ищет в системе источники для развития, самые различные. Вот эта новая элита, так сказать, партийная, которая сейчас обновилась в рамках Общероссийского народного фронта, да, в Единой России. Он говорит о новых агрессивных людях в правительстве. То есть он, агентство стратегических инициатив, он ищет импульсы в системе. Он не банальный, там, так сказать, прожигатель ренты. Это совершенно точно. Вот. Это, так сказать, первое соображение. Значит, по поводу... То есть пункт первый. Команда у него есть. Команда формируется. И при содействии Медведева она будет сформирована. Есть равнозначные личности, как Алексей Кудрин? Ну, с Кудрином это отдельный вопрос. Его, так сказать, стоит, мне кажется, еще обсудить. Хорошо. Вот, значит, курс. Очень много заблуждений в отношении, так сказать, Путина. Он никогда не говорил о том, что он сторонник государственного капитализма. И мы с вами вот это не раз, кстати, здесь обсуждали. Никогда он этого не говорил. Да, государство активно вмешивалось в экономику в период кризиса. Да, оно скупало активы и, так сказать, там, поддерживало на плаву многие компании. Да, оно давало значительные кредиты. Но вспомним, что сказал даже по этому поводу Путин в правительстве. Мы получили от этих, мы их, во-первых, добились возвратности, во-вторых, мы даже получили прибыль. Сейчас вопрос не о том, какая получена прибыль, а о подходе. Разве можно этот подход назвать каким-то административным, там, или, значит, забюрократизированным и прочее. Вот, так что он, безусловно, главный, он человек сторонник развития, вот что главное. Развитие и поиска самых различных динамики в системе, самой различной. Вот, это очевидно для меня. Вот, а, значит, либерал, не либерал, ну, конечно, его либералом не назовешь. Но его речь, допустим, на 12 съезде, она, что в ней, мне кажется, главное? Главное, ну, в сохранении социальных приоритетов это понятно, там, и многих других. Главное, он пытается создать вот новый, более благоприятный, что ли, интерфейс, какую-то, так сказать, систему взаимодействия государства с гражданами и с бизнесом, которая была более благоприятна. Более благоприятна, более комфортна. И бизнесы, и инвесторы, и граждане. Во всем этом, конечно, новый Путин, потому что он не актуализировал эти вещи. Они были в его программе, в его бэкграунде латентно, но он не шел с этим, так сказать, вот, с открытым забралом. А кудрине, я думаю, что это результат, в общем, грубости министра финансов. Ну, кто делает такое, кто потерпит такое заявление в США, сделанное? К тому же, ему дал, значит, возможность оправдаться президент. Кудрин же ей не воспользовался. Ну, а если... Ну, а если... Якобы Алексею Кудрину был предложен пост премьер-министра, и вот с этим и связана такая жесткая эмоциональная реакция. Нет, его выступление последнего времени, я не знаю, был ли ему предложен пост премьер-министра, я об этом не информировал, но, значит, его... В информационном поле появились такие сообщения. Конечно, его риторика, она явно следит за то, что он выступал за... Он формулировал уже такие масштабные программы макроэкономические, он выступал с политическими заявлениями. Было ясно, что он готовится к этой роли. И, конечно, фактор того, что его обошли, просто местом, пошло говоря, он, конечно, здесь присутствует. Но здесь есть и фундаментальные факторы. Фундаментальные факторы здесь, конечно, тоже есть. Путин, Медведев, прошепчение, Кудрин, это не человек развития. Это действительно хороший, эффективный, главный бухгалтер, порядочный человек, эффективно функционирующий и так далее. Но он всегда к проектам, которые... Реакцию господина Хандроя, посмотрите. Да, 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 к проектам, которые предусматривают. Я обращаю внимание, слушайте меня, кто веб-трансляцию смотрит. Я уже заканчиваю готов к побиванию комедиями. Значит, к проектам, которые были связаны с развитием, самыми различными. От Сколкова, который там любимый проект президента, до многих других, он к опасным игрушкам всегда относился. И это не потому, что, так сказать, он именно эти проекты в силу каких-то административных или еще ограничений хотел воспрепятствовать реализации их. Он таков по убеждениям. Его не переделать. Семипроцентный рост с Кудриным, конечно, вот теперь уже невозможен. Это Дмитрий Орлов. Я сразу на несколько писем, очень много писем, касаемых атаки. Значит, Юрий Ваздосит, пишет слушатель. Проблемы со связью. Вчера было то же самое. Понятно, будет еще. Расширяйте канал свои. Обратитесь к программистам. Значит, вот всем слушателям я хочу сказать, вчера уже было принято решение, каналы расширены. Просто объем сейчас прослушивания программы «Реальное время» в интернете таков, что технически мы обеспечить вот очень быстро не сможем. Но вчера каналы были резко расширены. Я не технарь, я очень мне сложно понять, там в чем загвоздка. Но мне просто на пальцах объяснили, значит, запросов огромное количество. Соответственно, там вот провайдер не справляется с обслуживанием. Поэтому, ну, будем пытаться устранить ситуацию. Слушайте нас на 99,6, если вы иногородние, ну, пытайтесь все-таки. Александр, я вот прежде, чем вы сейчас все прокомментируете, сказанного господином Орловым, я вам хочу задать один сакраментальный свой вопрос. По вашему мнению, Владимир Путин может признать свои ошибки? Я сейчас говорю об экономической политике. Мы не говорим о вот политессе в том понимании, там парламент, президент и все остальное. Независимая судебная система и так далее. Он может признать, что за 11 лет фактического нахождения у власти, он де-факто построил госкапитализм, при этом на словах он действительно, как говорит Дмитрий, он не объявлял его никогда и нигде, но если мы смотрим структуру... Нет, только факты, что в последние 6 примерно лет происходит огусторсление экономики, начиная с сырьевых и кончая сектором, и кончая банковской системой. Это факт. Это факт. Это факт. Это видно по активам, видно по доле на рынке и так далее. Госсектор. Да, госсектор. Это факт. Причем это началось до третьего квартала 2008 года. То есть до того времени, когда кризис пришел на российскую землю. Глобальный финансовый кризис. Вот, Юрий, вот вы говорите, а свои ошибки признать. Понимаете, в чем дело? До этого мы видели трех Путиных, они были разные. Путин, образца первого срока, это человек, который все-таки исповедовал ценности конкурентной экономики. До 2004 года. Это видно и кто у него был советником, какие люди были в министерствах. Кто у него был премьером. Да, кто был премьером. Совершенно верно. Совершенно верно. Все это выстраивается. Пост второй срок, это уже другой срок. Это дело ЮКОСа. Это уже начало огусорствления. Это другая модель экономического, так сказать, развития. Кстати сказать, решение о создании стабилизационного фонда, на котором настаивал Гайдар покойный. Оно было проведено в первый срок президентства Владимира Владимировича. С 2003 года все это началось и было создано. Третий период, ну не срок, это премьерский срок. Я понимаю, что это срок очень ответственный. По существу Владимир Владимирович действовал как антикризисный менеджер. Это уже другие ценности. И вот сейчас уже шестилетний срок, четвертый срок по существу, имеет, конечно, как бы, на мой взгляд, решающее значение, потому что уже, если пойдет Путин на еще второй срок, шестилетний, то уже там просто особенности геронологической психологии таковы. Поясните, поясните, я хочу понять. А какая геронология? Возрастные изменения начнутся. Если предположить, что в 2024... Ну, будет 65 лет там, понимаете, да? По окончании вот этой президентской номинации. 70, по 2024. Да, по 70. Ну, это моя точка зрения, да, что вряд ли уже, как бы, человек способен... Ну, то есть в этом возрасте не меняются? Трудно меняются. Уже трудно меняться. Но дело в другом. Дело в другом. Что, на мой взгляд, у Владимира Владимировича сейчас нет кадрового резерва. Нет команды. И то, что он не стал себя выдвигать в лидер Единой России и создал народный фронт, и была озвучена идея социальных лифтов, вот. То есть объективно власть, власть, да, стоит перед кадровым голодом. То есть уже сложившиеся элиты, властные структуры, поскольку у нас номенклатурно-олигархический квазикапитализм, и, как я его словно так сказать, он не дает возможности... Вот, понимаете, я сам работал в этих структурах. Вы их очень хорошо знаете изнутри. Да, как это все, подсидки, как это все, торпедирование, там, решение, там, в сторону, не решить, там, куда-то все, завести в тупик, не принять и тому подобное. Вот. То есть нужна именно, нужна команда. То есть фактически Путин, как потенциальный модератор, может правильные идеи вбрасывать. Как арбитр, как лидер политический, безусловно. А группировки могут это все либо саботировать, либо на тормозах. Да, он стоит перед очень серьезной проблемой кадрового обновления. Есть ли возможность... Из Нейной России, такие, на моей точке зрения, выйти не могут эти люди. Это где-то надо искать на, вот, как бы, в ареале о народном фронте. То есть получается, что финансово-экономический блок после ухода Кудрина, он оголен. Из Нейной Народного фронта, да, при всей внешней его такой, я бы сказал, даже такой, как бы, ну, парадоксальности непонятно, какой народный фронт. Мы против, что, против фашизма боремся, там, что это такое. Вот. Он имеет глубокий смысл с точки зрения создания, вот, социальный фронт. Конечно, механизм рекрутирования, да. Рекрутирование новой элиты. Новая элита — это главная проблема для нового Путина и для нового Медведева в том числе. Потому что правительство должно быть, будет быстро заработать, оно должно, две вещи будет, так сказать, делать одновременно. Оно должно быть, так сказать, молодым и жестким, при этом привязанным, относительно привязанным к народному волеизъявлению, потому что многие министры и вице-премьеры идут по спискам. Это непросто обе эти задачи решить, безусловно. А как считаете, вот, если все произойдет, вероятность этого велика, я имею в виду приход Владимира Путина вновь, возвращение его в Кремль, насколько серьезно он готов перетрясти свою команду? Ведь, Дмитрий, есть такое понимание в российском политическом сообществе, что Путин не сдает своих, да, и он неоднократно это, в общем, показывал, может быть, не в словах, а в конкретных делах. Но вот вызов, то, о чем сказал господин Хандруев, олигархическое сословие «сильно-сильно». Номенкулаторно-лигархическое. Да, то есть сращивание произошло от чиновничьего аппарата с бизнесом, да. Где заканчивается госбюджет, где начинается, собственно, кошелек, очень сложно вообще разделить. Где это развитие, да. И готов ли, вот, ну, ваше размышление, да, готов ли Путин, в общем-то, снести ту основу, на которой он был 11 лет? Значит, я думаю, что готов, и я думаю, что многие министры лишатся своих постов в кабинете Медведева. И Путин будет одним из инициаторов такого обновления. Ну, а вторым очевидным инициатором будет, там, будущий премьер Медведев. Александр, вы разделяете этот оптимизм, что Владимир Путин готов будет трансформировать ту систему, которую он создал за последние годы? Понимаю, дело в том, что степеней свободы у Путина, вот, гораздо меньше, чем он может казаться. Меньше? Гораздо меньше. У него практически нет степеней свободы. Что я имею в виду? А что его ограничивает? Что я имею в виду? Вот смотрите. Россия критическим образом зависит от цены на нефть. Следовательно, внешние шоки, внешние факторы, независимые от России, определяют. Да, кроме того, сейчас появились уже конкурентные предложения. Сланцевый газ, альтернативные точки энергии, понимаете, ведь то, что... Ввод в эксплуатацию новых месторождений. Новых месторождений и тому подобное, да. С более низкой себестоимостью. Совершенно верно. Мы еще не в полной мере оценили перевод уже автомобильного парка с бензинового на электрические двигатели и тому подобное. Это все предстоит. Потом запасы нефти тоже конечны, они не безграничны будут. Короче говоря, это просто очень непросто. Да, конечно, цена на нефть будет держаться, я думаю, что все-таки на достаточном уровне. Но уже сейчас мы бюджет балансируем при цене на нефть в 119, 118, в общем, 124 доллара за баррель. Очень высокая. Сейчас. Это сейчас. Причем социальные обязательства, учитывая имущественное расслоение в России, нерешенность, пенсионная, больше триллиона рублей за должности и тому подобное, они будут только увеличиваться. 2,4 триллиона к 2014 году прогноз Кудрина. Да, Кудрина, да. Понимаете, для меня совершенно очевидно, что без повышения пенсионного возраста нам эту проблему не решить. Я вот это понимаю просто как экономист. Никуда мы не денемся. Другое, что нам нужно защитить людей старшего возраста и те люди, которые способны работать, допустим, пойти на какие-то налоговые льготы для них, чтобы они более против их. Александр, другими словами, то есть главная вина Путина заключается в том, что он не приступил к трансформации структуры российской экономики. Он как получил ее нефтяную... Нет, не только что у него степеней свободы гораздо меньше, чем мы можем думать. Вот. И решение, допустим, проблем модернизации потребует дополнительных расходов. А это на русском бюджет, это увеличение внутреннего и внешнего долга и самое главное повышение налогов. То есть поэтому это всегда решение проблем. Одновременно у него в руках не три шарика, а как у жонглера высшего уровня, где-то 10-12 шариков. И их надо поддерживать, при этом стоять на стуле, который стоит на одной ножке. Это очень сложно. Это постполитическое искусство, как расставить приоритеты, да, и как подобрать людей. Ну, о людях вы сказали, что это огромные будут дефициты, проблемы. Дмитрий, как вы считаете, почему Путин не приступил к трансформации, серьезной реструктуризации российской экономики? Ну, здесь, конечно, могут быть банальные ответы противников, что типа он на этом и основывается, да, вот на этих госкорпорациях, госкомпаниях, либо аффилированных компаниях с государством, и это является основным источником дохода. Я думаю, это справедливо. В данном случае я не о личном кармане Путина, а о госбюджете и о нем, как о премьере, говорю. Но сейчас вот я постоянно слышу, я думаю, что на следующей неделе я на этом большом форуме вновь от Владимира Путина услышу, что необходимо слезать с нефтяной иглы, необходимо проводить структурные реформы. Возможно, он вновь скажет, мы будем строить в очередной раз рыночную конкурентную экономику. Что мешает тут, в ваш взгляд, что называется, с той стороны? В чем причина? Я думаю, что с монополиями боролись всегда. И, так сказать, то, что, допустим, Артемьев, довольно эффективный деятель, так сказать, там, в прошлом представитель оппозиции возглавляет антимонопольное ведомство, неплохо возглавляет. Вот. Это свидетельство о том, что, и ведомство, кстати, это усиливается постоянно. В общем, это свидетельство о том, что власть заботит проблему монополизма, а я думаю, что она одна из главных, один из главных сдерживающих факторов, наряду с тарифами, естественно, которые тоже, в общем, монополизм имеет прямое отношение. Ну, сырьевая зависимость, так сказать, вот провозглашена концепция новой индустриализации, она, мне кажется, очень реалистична. Вот те же бытовые товары, допустим, или какие-то еще товарные группы, которые можно, там, просто произвести, да, на современном уровне. Если, так сказать, это удастся, то это уже будет очень серьезная, значит, серьезная заявка на решение проблемы сырьевой экономики. Мне кажется, знаете, опасность заключается вот в шапкозакидательстве, что мы можем, как в свое время при, значит, коммунистическом режиме говорили, что мы там, некоторые наши регионы могут прямо из феодализма, значит, в коммунизм. Надо ставить реалистические задачи. Вот постиндустриальная экономика и, там, значит, экономика основана на чистом знании, это все-таки дело далекого будущего. Нужно обновить хотя бы, две задачи решить, это производить, прошу прощения, массовые товары, прежде всего, бытовую технику на нормальном конкурентном уровне. Это реальная задача вполне. И второе, нужно радикально обновить производственные фонды и инфраструктуру. Эта задача, которая ставилась, она постепенно решается, но решается, к сожалению, медленными темпами. Ну, тут, кстати, кризис действительно помешал системе, вот, и обновиться, и развиваться, потому что, там, в том же, так сказать, банальнейшем, да, и, ну, или, там, небанальнейшем плане Путина, который, значит, продвигался, значит, как основу предвыборного послания власти в седьмом году, там было три этапа. Там, там, концентрация, наведение порядка, концентрация ресурсов и развитие. И вот развитие, даже в этих достаточно, ну, пропагандистских или, там, так сказать, пиаровских документах, развитие как раз планировалось вот с, когда ресурсы сконцентрированы, как раз с этого самого, с медведевским сроком, да, с, значит, его приходом. Вспомним, что в 2008 году, в феврале, Путин провозгласил курс на модернизацию на заседании Госсовета, вот, и сейчас, кстати, он Медведеву говорит, что его, в общем, главная миссия продолжена модернизация. Кризис, конечно, этому помешала. Вместо изменения структуры экономики и избавления, вот, там, некоторых неадекватных активов, вместо усиления борьбы с монополистами, там, скажем, с теми же тарифами, пришлось действовать со всеми иными, так сказать, способами, и кенсианскими, и за кенсианскими, но, к сожалению, такая была, такова была ситуация. Теперь власть не оставляет, так сказать, эти намерения, она приступает к задаче диверсификации экономики и демонополизации вновь. Я, на самом деле, очень серьезно сомневаюсь, потому что, знаете, я основываюсь на конкретных фактах, то есть, господин премьер может делать правильные заявления, господин президент сделал массу заявлений правильных за эти годы, да, но вот я один факт сегодняшнего дня. Одна из крупнейших авиакомпаний России, Кавминводы Авиа, прекращает свое существование, значит, и кто приходит? Аэрофлот приходит, да. Вот это называется, на самом деле, монополизация рынка. Я не буду разбираться, что произошло с Кавминводы Авиа, для этого есть, в конце концов, Министерство транспорта, но какое оно всем известно. Значит, у меня главная претензия. Почему-то, когда пропаганда говорит о том, что уходит этот перевозчик с рынка, забывают сказать одно, что Кавминводы Авиа — это федеральное государственное унитарное предприятие. Это фактически госслужащие, которые довели перевозчика вот до того состояния хозяйственной деятельности, в котором он сейчас находится. Слушай, ну, в Авиатрусле это не совсем... Нет, на самом деле, это сплошь и рядом. Я могу также рассматривать Ростехнологии, я могу рассматривать все госкорпорации, и там масса госкомпаний, аффилированные с государственной компанией. Эффективность Газпрома — это большой вопрос. Вот единственное, более-менее, я сейчас смотрю на Сбер, и то в силу того, что туда пришел Греф. Более-менее. И то там такое количество вопросов, понимаете? Монополизация продолжается, может быть, не в явной степени. Ну, вот пример авиаперевозчика — это яркий пример, понимаете? Вот дальше можно правильно говорить слова о монополизации, о реструктуризации. Александр, но я не вижу... А программу приватизации отнесли уже непонятно на куда. Юрий, я вообще тему продолжу, чтобы Дмитрий начал. Наши проблемы в условиях оттока капитала, утечки мозгов и людей, о чем мы сейчас говорим, решить невозможно. Вот весь мой опыт экономиста и полученное знание говорят, что если Россия не станет привлекательной для инвесторов, у нас нет внутренних инвесторов, прежде всего. У нас, к сожалению, нет достаточных внутренних ресурсов, чтобы решить проблему вот этого структурного маневра в экономике. Поэтому инвестиционная привлекательность для нас задача номер один. Конечно. Начиная с мирного договора с Японией и кончая, так сказать, прозрачными политическими отношениями с Европой и США. Ну, все-таки мирный договор с Японией — это периферия. Я говорю, ну как? Я говорю, начиная от и до. А, детализация. Да, да, да. То есть, вот России действительно нужно все-таки поменять свой образ. Сейчас, как говорил Черчилль, это загадка, загадка завернута в тайну. И вы считаете, что в предстоящий шестилетий срок именно с президентом Путиным это возможно? Ну, я говорю, что нет-нет, я не свожу только к этому. Потому что есть, вы знаете, индексы инвестиционной привлекательности России, где там замыкают первую сотню, да, там где-то, ну, по разным там показателям. От сорокового до, там, девяносто третьего месяца. Да, да, далеко не привлекательный. Я не свожу только к политике, да, я говорю, даже и это имеет большое значение. То есть, для нас сейчас принципиально важно это быть привлекательной во всех смыслах. Ну, смотрите, один из главных таких проблемных вопросов, это защита собственности, да. Это наипервейший вопрос. Защита собственности стопроцентно скоррелирована с независимостью суда. Невозможно расшить первый вопрос без второго. Дмитрий, провокационный вопрос. По вашему мнению, Владимир Путин осознает это? Конечно. Я думаю, что судебная система... Александр, согласитесь, да? Нет, для меня только один критерий. Вот и если Казаковского освободят... Да ну, это не критерий. Вот это будет... Это не критерий, Александр Кандруев, Дмитрий Орлов. Это не критерий. Я никогда не бежал, так сказать, в этом самом... Это моя точка зрения. Не бежал в числе тех, там, за теми, кто призывал, так сказать, его интернировать, но это не критерий. Значит, судебная система, безусловно, Но я думаю, что здесь будут предприняты серьезные усилия и Владимиром Путиным, и Дмитрием Медведевым. Но главное, на что я хотел бы обратить внимание, та политическая конфигурация, которая создана, она долгосрочная. Вот сейчас в пределе она вообще до 2036 года. До какого? В пределе, в пределе. Это не значит, что, так сказать... У меня все пересохло. Да, да, ну подождите, я закончу. И это дает инвесторам очень широкий горизонт планирования. При том, что если вопрос о защите прав собственности, о гарантиях будет окончательно решен, если бабушкина оговорка будет введена, например, то на этом горизонте инвесторы смогут, так сказать, совершенно здесь легко вкладывать и так далее. Та система, которая создана буквально экспромтом, она при этом не является, так сказать, априори неэффективной и так далее. Это может быть очень эффектно и эффективно. А главное, борьба групп с разрешением всех этих проблем ослабевает и общество, и инвесторы получают больше гарантий, и создается, конечно, более благоприятный вот этот самый... Очень гордкий удачающий вопрос. То есть предельно 2036 год, я даже вот сейчас прикинул, сколько же мне лет будет, да? Два по 12. Да, два по 12 Путин и затем два по 6 Путин, два по 6 Медведев, да? Вот знаете, коллеги, вот понимаете... У меня, конечно, шоковое состояние. Знаете, вот это было всегда. Мы очень большие охотники, да, до принятия программ, вот, и которые затем складываются где-то, и о них забываются, выдвигаются новые программы. Знаете, вот один шаг практического действия, говорил Карл Маркс и Тикотская программа, важнее дюжина программ. Вот сделайте публичные процессы против тех людей, которые уберем Магнитского. А заводите Ходорковского. Это будет лучший, лучший вклад в начало реформы судебной системы. Потому что, понимаете, я никогда не... Вот мне всегда смешно видеть, когда по каналам телевидения, вот люди, простые люди говорят с премьером или с президентом, и он решает проблему, в станицу дают воду. Понимаете? Ну это же, если премьер, президент занимает такими вещами... Так вы предлагаете то же самое. Решить... Как может один человек там изменить судебную систему? Это необходимо показать пример, дать конкретный... Вы на самом деле говорите про конкретных людей, которые обращаются с помощью, а предлагаете то же самое. Минуточку. Вмешаться в два судебных процесса, и этим якобы судебная реформа завершится. Здесь за этими отдельными фактами, да, вот, стоит вся система принятия решений. Давайте сейчас пообщаемся со слушателями. Огромное количество писем, и я вижу, что индикаторы показывают, что масса звонков 65, 10, 99, 6, код Москвы 495, и финам.фм, это наше средство коммуникации. Дмитрий Орлов, Александр Хандруев у нас сегодня в реальном времени. Я сейчас запущу СМС-голосование. Достаньте, пожалуйста, свои мобильные телефоны, потому что, ну, Дмитрий меня сейчас вырубил в буквальном смысле. 2036 год. Ну, в пределе, в пределе. Да, я понимаю, я понимаю. Это просто для инвесторов серьезный год. Нет, они в это не поверят. Вот, дамы и господа слушатели финам.фм реального времени, как вы считаете, вот, рокировки до 2036 года, Путин, Медведев, Медведев, Путин, это положительный момент для России, для инвесторов, для вас, для вас, в первую очередь для вас. Да, это положительный момент, это предсказуемость, это стабильность, это, я не знаю, там, чего еще, да? Тогда на короткий номер 5533 отправьте, пожалуйста, СМС-сообщение с буквой А. Рокировка до 2036 года Путина с Медведевым, это положительно скажется для нашей страны и для вас в частности. 5533, буква А. Нет, это отрицательно, что два лидера до 1936 года будут вот менять друг друга, да, сменять друг друга. Тогда на короткий номер 5533 отправьте, пожалуйста, СМС-сообщение с буквой Б. До 1936 года рокировка Путин-Медведев, это отрицательный момент в развитии России и для вас в частности. 5533, СМС-сообщение с буквой Б. Пожалуйста, примите участие в голосовании. Добрый вечер, в эфире, как вас зовут, Алё? Алло. Да, как вас зовут? Добрый вечер, моё имя Иван. Да, Иван, лаконично. Да, лаконично, знаете, я просто вот постоянно участвую вот в этом форуме в Сочи, который проходит, и я год от года вижу такую удручающую картину, что вот этот так называемый государственный капитализм, который просто растет как на дрожжах, и он тем самым подминает, вот мне кажется, такая вот, знаете, есть инициатива, да, русского народа, предпринимательства, и оно убивает это всё. И в конце концов мы придём к тому, что если ты не знаешь какого-либо чиновника или ещё что-то, ну, то ты ничего не сможешь сделать, и тем самым любая, так сказать, твоя хорошая идея, она будет остановлена траждолобами какими-то решениями, косными вот этой вот системой. Ну, а говорить о том, что там произошло с Кудрином, так это вообще отдельная история, потому что, ну, профессиональный человек, он может быть хорошим, плохим, он обладает колоссальным опытом, без него мы прошлый кризис, может быть, так мягко бы не прошли, и я не экономист, и не финансист, и даже некомпетентен это обсуждать, но из-за того, что там кто-то пообещал малышу второе место, там, какое-то кресло, ну, нельзя так делать, мне так кажется. Да, спасибо, но это больше реплика, да, 651099,6, финам.фм, Алексей Предприниматель пишет, за все эти годы при Путине и Медведеве ясно, 100% на только одну экономику их мало интересует, или они в ней не разбираются, эффективность работы даже их любимого нефтяного сектора настолько низка, что вызывает недоумение, а про малый бизнес вообще молчу. Вот такая реплика Алексея. Вопрос Дмитрию Орлову. Он замечательно дал интервью федеральным телеканалам, что мне с ним делать. Я записи сохранил, и вот, когда я в очередной раз пойду к чиновникам и покажу им наглядно, что говорил Дмитрий Орлов, что сегодняшнего заявления на съезде партии «Единая Россия» будут помогать конкретным людям в их проблемах, и это правда, это правда, да, вы говорили такое? Нет, я говорил про благожелательность как раз с интерфейсом. Это, наверное, имеется в виду на НТВ. Да, наверное, если они мне скажут опять, что, мол, наш нашел чему верить, телевизору, что мне делать в таких случаях? Это прислал Александр Анатольевич из Красноярска. Мне очень сложно понять, то есть, о каком интервью идет речь, да? Ну, тут сложно, тут сложно просто, о чем речь и чего требовать, но... Нет, ну, ясно, что гражданин должен требовать тех прав, которые ему положены по закону, безусловно. А добьется ли он их? И, нет, сила общества, это сила его конкретных объединений, потребительских, коммуналистских, там, автомобилистов, дольщиков. Кстати, Народный фронт ведь абсорбировал все эти группы, так сказать, и позволил им высказаться. Гражданин должен... Путин говорит, мы создаем благоприятные условия для, так сказать, коммуникации власти и общества. Но, естественно, с другой стороны, граждане должны отстаивать свои права, безусловно. Если вы считаете, что рокировка до 2036 года между Путиным и Медведевым благо для России, то, пожалуйста, на короткий номер 5533 отправьте смс-сообщение с буквой А. Нет, это зло. Такая рокировка до 2036 года, как отметил Дмитрий Орлов, ну, максимальный временной лаг. Это допущение все-таки. 5533 смс-сообщение с буквой Б. Ну, это же допущение, то есть это же возможно, да? Тогда 5533 смс-сообщение с буквой Б. Пожалуйста, голосуйте. Дальше идем. Юрий Москва. Зачем Путину все контролировать? Пусть ослабит хватку бюрократии силовиков, и социальные лифты образуются естественным образом. Думаю, что он просто печется о своей безопасности, а не о долгосрочном благе страны. А вот именно, что он не стремится все контролировать. Система, которая создается, это дифференцированная система. В ней целый ряд игроков. В ней есть, по крайней мере, в первом приближении выстроенный социальный лифт. Это общероссийский народный фронт, так сказать, сообщество Средней России. В ней есть запрос на обновление элиты и на обновление того же правительства. Так что он бы мог бы почивать на лаврах, совершенно спокойно. Выиграл бы выборы, убрал бы Медведева и сидел бы совершенно тихо, концентрировал власть. Но он идет как раз по другому пути. По пути развития и по пути дифференциации власти. Он не унылый рентополучатель Путин. Нет. Что скажете? Я повторю то, что сказал в начале. Мне представляется, что Путин во многих отношениях является заложником. Уже той системы, которая была создана. И начало этой системы, если видеть новую Россию, положил покойный Ельцин. Поскольку он сделал преемником Путина. И Путина к власти привела, вы знаете, большая семья. Другое дело, как сажались отношениями. Наоборот, малая семья. Ну, малая семья. Но нет, большая семья. Семья. Большая семья. Я имею в виду и людей, которые не являлись родственниками Бориса Николаевича. Которые сейчас живут в Лондоне. Вот в частности. Я вот это тоже имею в виду. Потом сформировались новые. Как бы элиты. И эти элиты уже пустили корни. Их уже дети занимают руководящие посты в коммерческих структурах. Это не все так просто. Так все просто. Сложился определенный баланс сил и интересов. И в то же самое время, для того, чтобы проводить структурные реформы, необходима кадровая революция. Вот это моя точка зрения. Слово революция я не люблю говорить хорошо. Кадровое обновление. Обновление революции в разной форме. Он к этому не готов. И вот я думаю, что... В силу того, что он заложник. Он заложник. И как раз вот народный фронт, это попытка выйти из этого капкана, тупика. Не факт, что получится. Ну, дай бог, что получилось. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут? Алло. Здравствуйте, Петр. Зовут меня Москва. Да, Петр, пожалуйста. У меня вопрос такой. У нас многие эксперты говорят про такие вещи, как инвестиционная привлекательность, про то, что все наши проблемы, они связаны с тем, что в России нет технологий. Вот предыдущие инвесторы, у нас появятся технологии. Но при этом никто не говорит о сути нашей экономики. По сути, наша экономика, она является колониальной. Есть такой режим корресиборта, когда каждый рубль, напечатанный в России, по сути, является распиской, заверенной Центробанком, гарантирующей то, что такой же доллар лежит за мороженым в наших золотовалютных резервах. Так, может, искать проблему прежде всего в этом, потому что такая система, она любую экономику делает экспортно-ориентированной. Да, спасибо. Очень коротко. Очень коротко. Александр Хандрович. Очень приятно, что слушатели знают про currency board, но в России нету валютного управления. Конечно нет. Обменный курс Банк России сейчас очень-очень профессиональная и гибкая, сбалансированная. А что касается сути этого вопроса, что действительно зависимость от сырьевого экспорта для нас является и источником нашего богатства, и одновременно наших проблем. Дальше идем. Алексей пишет. Странно слышать от Дмитрия Орлова, что Путин человек динамики и развития. Везде его, наоборот, называют консерватором. Кроме того, о каком выстраивании отношений с частным бизнесом может идти речь? Вспомните того же Ходорковского. Ну, вот нас вновь возвращают к этой теме. Все-таки, на самом деле, как рыночная, свободная экономика и консерватизм. Вы знаете, была проблема до самого недавнего времени. Проблема совмещения лидерства развития, лидерства перемен и лидерства стабильности. Нужно было найти и схему, и, так сказать, определенные содержания, да, которое, так сказать, этому бы соответствовало. И вот как раз образ нового Путина и Медведев во главе обновленного правительства, и, значит, новая элита, которая концентрируется в Единой России и в Народном фронте, они как раз и позволяют решить вот эту проблему сплава стабильности перемен и в образе Путина, и в его политике. — Владимир Одинцов, мне непонятна идея индустриализации, как ее объяснить умным людям, которые понимают в современной экономике смысл производить то, что не можешь продать, или если ты это говоришь, то это возможно при внутреннем спросе. А у нас бедная страна, никто не будет покупать ладокалины, если у него нет денег. Сплошной популизм, в том числе и с Кудрином, его лозунг «Не мешайте нам тратить деньги», лучше бы сказали, как увеличить налоговую базу, а не налоги. — Ну это вот реплики идут уже такие. — Нет, ну ладокалины, можно я отреагирую? Ладокалины покупают, и не нужно обижать, унижать людей, когда огромное количество, которые покупают эту технику. Значит, спрос будет, спрос будет, когда в восьмом году стоял вопрос о банкротстве автоваза, Путин волевым решением это дело сохранил. И спрос на эту машину есть, и сохранены миллионы рабочих мест. Значит, есть, ну, миллион рабочих мест, и там сопутствующие. Значит, есть целый ряд производств откровенно отсталых, что там говорить, там, неконкурентоспособных. Вывести их на текущий конкурентоспособный уровень, на уровень хотя бы, так сказать, восточной Европы. Почему Чехия может собирать немецкие автомобили там качественно? Ну, что если вывезти? Ну, понимаешь, ну, там собирают немецкие машины, понимаете, немецкие технологии, да. У нас тоже сейчас собираются машины. И БМВ собираются. Ну, тоже можно. И многие Тойот собираются. То же самое можно сделать. Что значит, выйти на конкретно, хотя бы на уровень восточной Европе. Купить лицензии, внедрить их. Вот это и есть новая индустриализация. Знаете, невозможно, невозможно при помощи, вот, Дмитрий, пожеланий, каких-то вот лозунгов выйти. Нет, я говорю о конкретных вещах. Купить лицензии, установить, нанять людей. Ну, как? Нужно иметь вот жесткое антимонопольное законодательство. Надо постоянно тренироваться, постоянно быть готовым к конкурентным вызовам. Это понятно. А как вы, если вы... В таких вопросах... Люди наделали, как завод наделал убытков, да, он невинтабельно сделал убытков, и вы ему даете госпомощь. Ну, сейчас вы решили проблему Тольятти, да, ВАЗа. Через, поверьте мне, через 3-4 года опять надо будет вливать новые средства. Надо радикально решать вопрос. Пиватизировать, отдавать в частные руки, либо проводить иностранство, если не возьмут еще, понимаете. Кстати, то, что мы сейчас и делаем. Это одно из решений. Ну, вот и все. А другое возможное решение, это поднять уровень конкретных предприятий до текущей конкурентоспособности. Дмитрий, про опыту работы в Центральном банке, я могу сказать, что деньги, деньги, вот, полученные, вот, от кого-то всегда развращаются. Но это вопрос управления контролем. Они могут развращать, а могут развивать. Это... Ну, это же с нашим уровнем коррупции, к сожалению, действительно, это большая проблема. Александр пишет. Не кажется ли вам, что Путину просто деваться некуда, как идти в президенты, так как они с Медведевым все запутали в стране, начиная от разрушенной армии, коррупционной полиции, запутанной пенсионной реформы, безобразным здравоохранениями и так далее. Поэтому, если будет социальный взрыв, то Путину придется отвечать перед народом. Вот он и защищается президентством. Очень короткие ответы. Я думаю, что это не так. Не так? Не так. И я думаю, что это не так. Вот смотрите, есть все-таки общая точка соприкосновения. Говорится, консенсус. Дмитрий Орлов, Александр Хандруев. Итоги СМС-голосования. 4% считают, что вот эта рокировка до 2036 года оптимальный и благостный вариант для России и для лично слушателей Финам.ФМ. 96% видят в этом отрицательный момент. Спасибо всем, кто писал, кто голосовал, кто звонил. Далее новости.